К нашему эфиру уже присоединился Андриан Прокип, эксперт энергетических программ Украинского института будущего. Андриан, я вас приветствую. Здравствуйте. Андриан, у нас в эфире звучало мнение о том, что в принципе можно адаптироваться к вот этой вот мере как потолок цен на нефть. Единственное, что прицельно ударит по российской экономике и действительно ощутимо усложнит возможность введения войны против Украины, это эмбарго, потому что вот напомню, что к введению потолка на цены можно каким-то образом адаптироваться. Но вот в нашем сюжете уже также прозвучало мнение на примере сотрудничества России и Индии, что адаптироваться может быть и можно, но Российская Федерация это также не всегда делает в своих же интересах. Иногда есть вот какие-то недочеты, недоработки, которые вредят самой же РФ. Помогите в этом разобраться, что на самом деле действенно и как это на самом деле сказывается на Российской Федерации. Ну на самом деле я считаю, что влияет именно вот эта пара эмбарго и ограничение цен. То, что мы видим сегодня, что практически полностью потоки российской сырой нефти пошли в так называемые дружественные страны, это Китай, Индия, Турция. И даже мы видим вот в начале года, что объемы экспорта, они чуток превышают показатели конца прошлого года. То есть по объемах добычи экспорта мы пока что не видим какого-то провала, но думаю, что он стучится. И вот тут играет именно очень большую роль ограничение цен. Потому что формально дружественные страны, это Китай, Индия, они не поддерживают эту политику ограничения цен. Но с первого дня введения этого прайс-кэпа цены на российскую нефть, они упали. И они держатся все же ниже этого уровня. И соответственно доходы, которые Россия получает, они получают меньше. Кроме того, тот факт, что нефть была переориентирована в Азию, а это вследствие эмбарго. То есть Россия несет значительно большие издержки транспортные. Потому что одно дело было поставлять нефть из порта в Балтийском море, где-то еще в Балтийское море. А совсем другое дело, из Балтики перевалку делать в Китае. И соответственно вырос фракт в цене. И Россия тоже должна за счет цены самого ресурса, понижая его цену, попытаться конкурировать. Потому что эту нефть они должны куда-то все-таки отдавать. И вот именно эта пара, я считаю, прайс-кэп и эмбарго, именно так оно может работать. Кроме того, сам уровень прайс-кэпа, он может пересматриваться. То есть раз в 2-3 месяца страны встречаются, обсуждают возможность его изменения, понизить, оставить на том же уровне. Поэтому это достаточно динамичный такой инструмент. Ну и учитывая то, что 90% грузов страхуются компаниями, которые зарегистрированы в Европе, этот инструмент может действовать, работает. Но правда сама Россия пытается сейчас увеличить свой собственный флот, увеличить теневоль флот. То есть когда там танкеры из Ирана возят российскую нефть. Есть какие-то попытки с этим бороться, но это история очень давняя. Когда там санкции по Ирану еще много лет назад тоже пытались бороться, но еще не побороли. Но тем не менее, ключевой фактор, когда мы говорим о санкциях относительно нефти, это падение доходов России. И вот очень похожая ситуация с нефтепродуктами. Да, с одной стороны Россия теряет европейский рынок, пытается выходить с этими нефтепродуктами на другие рынки. Ключевое для России это было дизельное топливо и мазут. И вот эти объемы дизтоплива и мазута, которые Россия поставляла в ЕС, Британию и США, то есть те страны, которые отказались, по сути, эти объемы составляли две трети всего российского экспорта мазута и дизельного топлива. И вместить такие объемы в дружественные страны, как Турция и какие-то страны Африки будет очень сложно. Как вас в сюжете уже вспоминали, Китаю и Индии особо не нужны эти нефтепродукты. Хотя могут быть исключения, потому что мазут может быть использован как сырье для нефтепереработки и получения более качественных и дорогих нефтепродуктов. И вот эти истории, когда Китай покупал российский мазут, чтобы его перерабатывать, мы это уже видели. Когда даже Саудовская Аравия покупала российский мазут для того, чтобы использовать его на своих теплоэлектростанциях и сэкономить собственные дорогие и качественные нефтепродукты и отправить их на экспорт. Но в любом случае придется в России сократить объемы нефтепереработки. И снова же они будут пытаться эту нефть, которая освобождается, экспортировать, но экспорт этот будет по ограниченной цене. Этот процесс, конечно, длительный, но он будет давать свой эффект. Мы уже там видели новости на днях, какие-то рекордные показатели падения доходов российского бюджета. За прошлый год, надо еще помнить, что в прошлом году Россия получила большие прибыли из-за того, что мировые рынки были перегреты, в том числе из-за действий России. И вот за второй квартал прошлого года профицит бюджета российского составлял 80 миллиардов долларов. Третий квартал там порядка 50, четвертый уже было 30. А сейчас мы видим серьезное падение доходов экспортных. Андриан, а вы действительно достаточно такую продолжительную цепочку нам тут представили, как это будет влиять на экономику Российской Федерации. И вот это как меры все-таки это сделает более неудобным введение текущей войны России против Украины, которая сегодня еще продолжается, к сожалению, на территории Украины. Либо это будет более эффективным для того, чтобы сделать невозможным какие-то другие конфликты, новые конфликты. И вообще, скажем, успокоить аппетиты Российской Федерации по захвату территорий любых других стран. Ну, логика санкций была понятна. То есть это были ответные меры на вторжение России в Украину. Но это очень длительный процесс введения этих санкций на экономику. Мы видели страны, которые живут под санкциями очень много лет. Хотя бы даже, знаете, Иран. Иран в обход санкций экспортировал свою нефть и нефтепродукты, конечно же, не в тех объемах, не за те цены, которые мог. Но, тем не менее, санкции должны бить по экономике страны для того, чтобы каждый гражданин чувствовал это на себе. И работники нефтеперерабатывающего сектора, они почувствуют это, вероятно, очень скоро. Потому что уже есть информация, что российский нефтепром готовится к сокращению работников, например. Там 15% персонала может просто потерять свою работу. Конкретное число будет зависеть от конкретных компаний, потому что у них там глубина цикла разная. И они по-разному будут реагировать на эти все проблемы. Но, тем не менее, будут чувствовать. Я почему это спрашиваю? Ведь в умах очень многих россиян, которые, к сожалению, до сих пор верят Владимиру Путину, укореняется мнение, что он действует правильно. А если эффект от санкций будет супер постепенным. И мы, учитывая мнение очень многих экспертов с той же самой Российской Федерации, они считают, что Путин абсолютно все равно, какой Россия будет после него. И вот для многих граждан, возможно, которые не захотят анализировать ситуацию, будет складываться такое впечатление, что это после Путина стало плохо, а не из-за Путина. А ведь важно для гражданского самосознания, чтобы действительно была эта логическая цепочка сформирована, что вот такая вот власть, которую исповедует, скажем так, Владимир Путин, она на самом деле влияет не только на ближайшие страны, но и на жизнь самих россиян, что захват чужих территорий, он имеет определенные последствия. Это очень важно понимать перед тем, как выбирать нового президента Российской Федерации. Я еще один очень важный момент хотела с вами обсудить. Россия использует танкеры-призраки, их так называют, для экспорта своей нефти все-таки в обход западных санкций, об этом сообщает издание Financial Times. Также издание отмечает, что в последние два месяца танкеры иранской флотилии-призрака переключились на перевозку российской нефти после того, как в декабре начали действовать новые санкции ЕС и G7. И вот по данным средств массовой информации, по меньшей мере 16 танкеров перешли на российские маршруты. Ранее эти суда помогали Ирану обходить санкции Соединенных Штатов Америки. Так называемые корабли-призраки – это суда, которые маскируют свое право собственности и передвижения, чтобы обойти санкции. Такие флотилии позволяют торговать иранской и венесуэльской нефтью. Аналитики в комментариях Financial Times рассказали, что Россия переманила владельцев и таких танкеров премиальными ставками, чтобы сохранить доходы от экспорта нефти. И важный вопрос – мониторинг. Сколько процентов, скажем так, конечно же имею в виду на вскидку, сколько процентов эффективности санкций и любых ограничений вы относите именно к мониторингу? И по вашему мнению, на каком уровне сейчас осуществляется мониторинг ограничений, соблюдение ограничений? Мониторинг – это очень важная часть санкций. Но разъяснения Европейского Союза говорят, что компании и органы власти должны постоянно мониторить и устанавливать происхождение нефти и нефтепродуктов. Понятно, что будет не без проблем именно с этим серым флотом. До вторжения Россия собственной экспорт нефти своими танкерами покрывала на 62%, а нефтепродуктов на 17%. И сейчас они массово нарастили и свой флот, и этот теневой флот. То есть сейчас они орудуют, по сути, пятой частью мирового флота по перевалке нефти. Но надо учитывать такой факт, что учитывая то, что практически все покупатели теперь в Азии, время доставки этой нефти из России увеличилось. Значит, что увеличилась нагрузка и на танкеры. Не исключены варианты, я думаю, что они даже вероятны, что будут случаи, когда нефть будет попадать в Европу, когда может переваливаться в других странах, когда может переваливаться в море или под другим флагом заходить в Европу. Но механизм санкций, он динамичный, он постоянно меняется и он будет усовершенствоваться постоянно. Поэтому будем посмотреть, но и параллельно будем смотреть, как падают доходы российского нефтепрома и федерального бюджета. И вот Владимир Зеленский не так давно сказал, что мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, государство-террорист, напротив, увеличило темп адаптации к санкциям и стоит его в этом догонять. Это отметил Владимир Зеленский по итогам двусторонних встреч. Он выразил надежду на то, что новое решение Европейского Союза все-таки помешает Российской Федерации обходить уже принятые ограничительные меры. И тут хотелось бы с вами обсудить еще момент, как вы считаете, а все ли страны Европейского Союза и вообще наши партнеры, которые также выступают за ограничения, все ли они понимают войну, которая сейчас длится в Украине, как войну и отстаивание общих ценностей, которые есть не только в Украине, но которые ведь важны и для Европейского Союза? Или все-таки еще есть те, кто считает, что это все еще война России против Украины и только, и Украина борется только за свою свободу? Хотелось бы, чтобы вы это прокомментировали в контексте тех ограничительных мер, которые на данный момент вводятся со стороны Европейского Союза. Мне достаточно сложно комментировать, потому что я не являюсь политическим экспертом и исследователем социологии Евросоюза, но то, что мы видим даже по энергетических санкциях и по энергетических отношениях, есть страна, которая совсем не воспринимает эти санкции, это Венгрия. И Венгрия на всех обсуждениях выступала против, хотя сейчас они говорят, что не собираются диверсифицировать свои поставки и отказаться от российского и газа, и нефти, нефтепродуктов. Хотя в 2018 году они тоже это говорили и писали, что вот мы и начинаем отказ от российского газа. Да, ну и понятно, что сами общества в некоторых странах, они разделены, и тут не стоит преуменьшать роль российской пропаганды и попыток влияния на УЭ, которые совершаются в той же Европе и совершались много лет. Поэтому да, этот процесс длительный и трудный. И то, что вы привели как пример такой страны, конкретно Венгрию и только Венгрию, я думаю, еще один из маркеров того, что Европейский Союз в целом все-таки больше един в поддержке Украины, потому что поддержка выражается не только ограничением по отношению к стране-агрессору, ну и, конечно же, определенными пакетами помощи в отношении Украины, которая сражается за эту демократию и за эту свободу. И ради справедливости также стоит отметить, что ограничения сказываются не только на агрессоре, но и на тех странах, которые эти ограничения вводят. Да, тут очень важно отметить, что сами европейцы, они стыкаются с высокими ценами на энергоносители, а правительство, они стыкаются с тем, что необходимо вот это все субсидировать, чтобы смягчить это бремя для граждан. И вот, по сути, стоимость программ субсидирования по Европейскому Союзу, она уже дошла до уровня 1 триллиона евро. Сейчас вот эти объемы субсидий падают, потому что рынки уже отходят от шоков, падают цены на газ, на нефть и в те продукты. Но, тем не менее, и я хочу отметить, что вот такие решения политические, которые принимал Европейский Союз, начиная с марта, которые предусматривают решение отказа от российских энергоносителей еще в этой декаде, то если посмотреть на обсуждения, когда собираются министры обсуждать какие-то меры, то именно, если говорить о энергетических, то такого единства европейской энергетической политики было не видно. Особенно, если говорить по отношению к России. Потому что всегда страны ЕС были разделены относительно российских энергопроектов. То есть некоторые страны, как, например, Австрия и Германия, были очень-очень активными адвокатами этих проектов. Польша и страны Балтики всегда выступали против. Были страны, которые имели свой бизнес-интерес, и они так сдержанно свою позицию неактивно показывали. Но то, что мы увидели сейчас, это что практически все страны, за исключением одной, сразу выступили за то, чтобы прекращать энергосотрудничество с Россией. И я считаю, что по своей важности это решение наряду с такими важными решениями, которые касаются энергоперехода Европейского Союза. То есть это просто такое исторически важное изменение энергополитики Европейского Союза. Я благодарю вас, Андриан, за то, что вы присоединились к нашему эфиру, за конструктивный разбор этой темы. Напомню зрителям, что с нами на связи был Андриан Прокип, эксперт энергетических программ Украинского института будущего.